В Белуническом районе валуны с древними надписями и рисунками совсем не редкость. И недавно юные краеведы из Светиловической школы во время велопрогулки по окрестностям обнаружили у деревни Мастище древние камни, на которых выбиты кресты. Учитель истории Анатолий Морозов считает, что это одно из самых масштабных раннехристианских кладбищ. Находку на горке у реки Вабич показали нашей съемочной группе. Мы хочем вам показать камни, которые нашли в деревне Мастище, и они относятся к XII веку. Вместе с участниками школьного объединения «Историки и краеведы» из школы агрогородка Светиловичи мы повторяем путь одного из серий осенних велопутешествий по памятникам археологии Белунического района. Именно тогда удалось школьникам и их учителю найти удивительное место. Ребята у нас очень интересные, интересуются живые истории родного края, и мы весь сентябрь занимались тем, что мы изучали памятники археологии на территории нашего края. Курганные могильники, городище. Мы приехали на берег реки Вабич у деревни Мастище, где рядом с древним курганом нашли на поле россыпь камней. Посмотрите, вот вся, в принципе, вот эта гора усеянна камнями. Ну, понятно, что камни, они заросшие мохом, вот, довольно старые. Давайте сейчас посмотрим, что на этих камнях удивительные кресты изображены. И они начинаются с того, что в самой верхней части показан небесный купол. Вот он, видите, крест, перекрестие, и изображение небесного купола. Вот оно, в виде такой полусферы. Традиция засыпать самые большие курганы. Перешла в традиции ставить самые большие камни, я так понимаю, на захоронениях наиболее знатных представителей рода. Анатолий Морозов хочет привлечь к краеведческой находке внимание общественности и профессиональных историков и археологов, которые могли бы изучить камни. Ведь о них знали только местные старожилы, и старинное кладбище не исследовано. И еще краеведам очень важно, чтобы их находки не повредили, и чтобы они остались на месте. Эти дети учатся относиться к наследию своих предков уважительно. Все интересно. Мне интересно, как жили люди в глубокой древности. Мои предки, я думаю, что они были хорошие. Они много работали. И я тоже учусь теперь, и буду тоже работать. Мне очень интересно. Кресты, там, например, оценки можно хорошие получать, когда находишь что-нибудь новое. Раз, два, три. Дети попробовали посчитать камни. Получилось что-то около полусотни. Руками и палочками они пытаются очистить камни от земли и мха, чтобы увидеть надписи. Может, я найду какие-нибудь иероглифы, чтобы узнать, что наши предки делали. Эти кресты, и что камни, что курганы, это сделал человек. И что интересно, это было в древности. Ящерица! Ты что, увидела? Да. Ух ты! Камни с надписями и крестами – не редкость для Белынического района. В лесу деревни Заозерье есть большой каменный крест и камни. Что это древнее святилище или кладбище, знатоки спорят, а туристы приезжают, чтобы прикоснуться к истории. Вот и светиловические краеведы планируют вернуться еще раз в мастище, чтобы как следует уже без съемочной суеты рассмотреть свои находки. И в планах на новый сезон продолжить изучение родного края. Продолжение следует...